Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, давайте разберем наш текст, то, что вы написали. Вот, значит, мой муж, пишите вы, успешный во всех смыслах мужчина, сделал самостоятельную карьеру. Вот, знаете, вот, здесь я лично вижу так, что для вас вот эта вот самостоятельность, возможно, какая-то гиперответственность за себя, она, ну, наверное, чересчур как-то важна. Вот, и, соответственно, у меня вопрос к вам, насколько вам важно, чтобы человек был таким вот, значит, правильным, ну, действительно правильным, на самом деле правильным. Вот, насколько вам это важно, насколько для вас это важно, вот, какое для вас, собственно, это имеет значение. Вот, дальше, доход приличный, занимается спортом регулярно, путешествует, саморазвитием занимается, насколько я его знаю, знакомый бы давно, у него нет друзей почти. И это несколько странно, особенно если учесть, что человек, как вы говорите, очень успешный. То есть, как бы у меня к вам вопрос. А вы, вас не настораживает, вот, тот факт, условно, что при такой успешности, да, при такой успешности вашего мужа, у него совсем, совсем нет друзей. То есть, вот, если он такой активный, если у него, все так вообще классно, хорошо получается, вот, то почему у него нет друзей совсем? То есть, это говорит о том, что социально, да, мужчина, ну, закрыт, видимо, видимо. Вот, и нужно понять причину этой закрытости вашего мужа. Возможно, его успешность является некой сублимированностью, некой сублимацией того, что он на самом деле хочет. Дальше. Дальше. Тянет его к каким-то деградирующим. Ну, во-первых, вид, надо сразу сказать, что, как бы, вот, то, что вы называете деградирующими, да, ну, людей. Ну, каких-то, вот, определенных, да, людей, то, что вы называете деградирующими. Это ваша оценка, и, как бы, ваша оценка, она движется на субъективных, ну, каких-то субъективных, ну, переживаниях. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь вот нужно посмотреть, почему вы считаете, да, что эти люди деградирующие. То есть, может быть, они, эти люди, сделали, ну, как бы, свой сознательный выбор такой. То есть, почему обязательно деградирующие, да, то есть, у вас вообще какое-то, как бы, предубеждение идет. Вот. Дальше идем, значит, в следующий аспект. Следующий аспект касается того, значит, что муза тянет, как вы говорите. То есть, его именно тянет к, ну, таким людям. Значит, смотрите, какая штука. С одной стороны, с одной стороны, мужчина может тянуть к ним, потому что он как-то вот, значит, ну, самоубереждаются за счет этих людей, да. То есть, ну, вполне такая история может быть, что человек, вот, просто за счет людей, да, значит, значит, ну, самоубереждаются. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он человек может к ним тянуть, потому что ему нравятся эти люди. То есть, ему нравится, как они себя ведут, они дают ему почувствовать что-то, они дают ему возможность такую, почувствовать что-то, что сам он не чувствует. Ну, по той или иной причине, да. Вот. То есть, тут, как бы, такой момент. В любом случае, как бы, с этим нужно разбираться. Почему его тянет, и забираться нужно именно с мужем. Опять же, если для него это, если для него это, именно для него, повторюсь, это является, является проблемой. Проблемой. Именно для него, не для вас. Так. Дальше идем. Значит, так, например, у него есть друг алкоголик. Ну, смотрите. Алкоголик – это человек, человек, который, в общем-то, которому не хватает любви. Вот. Это алкоголик. И можно утверждать, можно утверждать, что вашему мужчине тоже не хватает любви. Я понимаю, что, возможно, вам это покажется вообще не про, ну, не про вашего мужчину, а, возможно, вам это покажется диким. Вот. Но человека тянет к тем, у кого схожие с ним желания и потребности. Вот. В данном случае, в данном случае, я думаю, что неотвознанно, именно неотвознанно повторюсь, мужчину тянет вот к этим, к алкоголикам именно, потому что они там, по его мнению, опять же, да, позволяют себе то, что он не может позволить. Вот. Это, на самом деле, очень просто для понимания. Я не думаю, что это какая-то сложная история, да. То есть, мне ваш муж, да, он уже представляет таким, знаете, ну, достаточно строгим к себе занятым человеком, который, ну, старается поступать только правильно и всё. Вот. Соответственно, его привлекают люди, которые, как раз таки, значит, ну, живут, живут по-другому. Ну, по-другому принципам, да, которые больше себе позволяют, как бы. Вот. И это, значит, одна из ключевых историй. Дальше. Так. Ну, вот, да. Все его действия, этого друга, это всё то, что, вообщему мужу в нём и нравится. Причём, вот это вот, то, что ему нравится, он, скорее всего, как-то в себе это пытается подавить. Он пытается в себе это заглушить, но у него, его всё равно тянет, как бы. Вот. Дальше. Другой приятель был его коллегой, ему под 50, меняет женщин каждый день, женщин, мягко говоря, не самого тяжёлого поведения, но вот опять, 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 да, опять чувствуется от вас какое-то осуждение, да, чувствуется от вас какое-то осуждение и, может быть, даже обвинение. Этих, как бы, людей в том, что они ведут себя, ну, вот, именно так. Опять же, я не хочу ничего сказать, но я уверен, что то-то самое вы транслируете и своему мужу. Что эти люди тебе не подходят, что эти люди, вообще, там, обратно говоря, тебе не пары, что они, как бы, вообще, там, другого уровня и прочее, прочее, прочее. Вот. Как бы, для мужчины, для мужчины, это, на мой взгляд, является, как бы, стимулом, стимулом к ответственности. То есть, гиперответственность у мужчины это вызывает. Вот. Ну, по-моему, по крайней мере, мнению. Вот. Что, с одной стороны, укрепляет его в том, что он не прав, в том, что его тянет, и он подавляет свои желания, а с другой стороны, наоборот, стимулирует его тягу к этим людям. Ну, дальше, значит, так. Муж обижается, что я с этими людьми общаться не хочу. Ну, вот здесь я бы сказал, что, в общем-то, достаточно негативная эта история, потому что, видите, он обижается, что вы не хотите общаться с этими людьми. То есть, для него это важно, для него важно, чтобы вы тоже общались с этими людьми, для него это очень важно. И, ну, в общем-то, я могу сказать, что это говорит о его нездоровом восприятии, значит, людей этих нездоровом восприятия и чрезмерной важности этих людей для него. Потому что, если бы это было неважно, он бы на вас не обижался. Получается, что обида, это вот, знаете, ну, определенного рода ожидания, скажем так, да, то есть, как бы он вот, вот ему нужно, вот ему нужно, чтобы вы общались с этими людьми, да, и, как бы, демонстрировали то, что... Ну, что это нормально, что это хорошо, что так и должно быть. Отчего у мужчины нормального могут быть такие пристрастия? Ну, я бы вообще убрал такое слово, нормальные, да, то есть, это совсем не те вещи, которыми можно оперировать в контексте людей. Потому что нормальных мужчин, нормальных женщин, знаете, их не бывает такого. Вот, значит, дальше, от чего я сказал? Имею ли я право вообще не общаться с этими людьми? Ну, а вы сами, как, как считаете, аноним. Вы аноним, по-моему, да? Да, вы аноним. А вы сами, как считаете аноним? Вы имеете право общаться, не общаться с этими людьми или как? Вот почему вы задаете вопрос этот нам? там, по какой причине вы задаете этот вопрос нам. Кстати, знаете, какая штука, если у вас уже есть позиция и вы хотите её подкрепить, то, как бы, это, ну, просто игра, игра, то, что вы делаете, да, у вас позиция уже есть, и просто хотите убедиться в том, что мы эту позицию одобряем, чтобы, возможно, вам было что предъявить мужу. А если вы не уверены в себе, то я бы сказал, что вам нужно работать именно с уверенностью, чтобы вы чётко понимали, на что вы имеете право, а что нет, ну, вот. Так что этот вопрос пропускаем. А дальше, и вообще, как нужно относиться к друзьям мужа? Ну, к друзьям мужа нужно относиться, как ни странно, как к друзьям мужа. То есть это ровно столько, ровно так, как описал мой коллега Кудрышёв Игорь Леонидович, то есть это друзья мужа, вы с ними общаться не должны. Если муж хочет, чтобы вы общались, тем более обижаются, значит дело тут совсем не в друзьях, а в чём-то ещё. Вот. Предполагать можно очень многое, но не хотелось бы. Что я могу сделать для того, чтобы у нас общие друзья появились? Что я могу сделать для того, чтобы у нас появились общие друзья? Слушайте, это на самом деле такой очень глобальный вопрос, я бы сказал, потому что очень редко у людей, вот таких уже относительно взрослых людей, значит появляются новые друзья и тем более общие друзья. у вашего мужа, у вашего мужа есть какая-то социальная проблема, да, то есть у него проблема именно вот с социумом, он плохо, ну плохо сходится с социумом, да, вот. И так далее, то есть как бы мне так видится, что он достаточно плохо сходится с социумом, поэтому ему бы сперва в начале надо бы вот эту проблему решить, почему у него друзей-то нет вообще, а потом уже думать о том, что делать, чтобы они появились, ну общие друзья. Почему бы свои друзья сперва, понимаете, как бы, завести? Вот, эти люди, это не друзья, скорее всего, это люди, которые мы для чего-то, ну нет, это люди, которые выполняют функцию, это люди, которые являются игроками в игре, что играет ваш муж, но вряд ли это друзья. Вот, в целом, чтобы появились общие друзья, наверное, нужна какая-то общая интересная, чтобы вы активно занимались чем-то вдвоём, и чтобы вы занимались чем-то вдвоём вместе с кем-то ещё, вот где-то там, на этой периферии появятся общие друзья. Но опять же вопрос, для чего вам это нужно? Для чего вам нужно, чтобы были общие друзья? То есть, это бывает, бывает довольно часто, но это не панацея. То есть, чаще всего, всё-таки, ну вот, в странах, по крайней мере, чаще всего, всё-таки, у жены свои друзья, а у мужа свои друзья, потому что это люди достаточно разные, из разных, как бы, из разных мест, из разных городов, то есть, стран, и, в общем-то, тут зависит от умения человека сходиться с людьми и вообще желанием это делать. Дальше, вы пишите, что, значит, муж сам себя догнал строгие рамки, мы познакомились, ему уже было за 30, поэтому вряд ли это моё влияние. Слушайте, ну, мне думается так, что это действительно не ваше влияние, да, но, как бы, влияние не ваше. Он сам себя догнал в строгие рамки, но проблемы это, как таковой, не отменяет, на, ну вот, по факту. Проблемы это не отменяет. Проблема такая странная. Дальше, вы пишите, значит, так, я изначально не правильный относился к общению с кем бы то ни было, но вот так обижался на меня, я не хочу общаться с его друзьями. Обвинял меня в том, что из-за меня ручится дружба. Ну, вот здесь, собственно, то же, что мой коллега вам уже сказал, да, про то, что это, он пытается вызвать чувство вины. Ваш муж, как бы, что это, да, детская манипуляция и его желание, и родительская, родительская, ну, как правило, это детская, это детская, это детская, это детская. Но, как правило, он, дети обвиняют своих родителей в том, что из-за них ручится дружба, вот. К сожалению, это частенько-почастенько бывает так, вот. Но потом ребенок все-таки как-то перерастает, да, начинает брать ответственность там личную за свои отношения, которые он выстраивает. и это немножко корректируется, вот. А здесь такое ощущение, что мужчина, будучи взрослым, успешным, серьезным, значит, продуктивным, вот, в каких-то областях, в других областях становится абсолютно полным ребенком. Вот, например, вот в том, что касается друзей. Насколько человек работает, насколько человек успешный, насколько человек серьезен там в своих делах, да, который касается, там, ну, карьерного роста, заработка. Вот. А настолько этот человек, условно говоря, инфантилен в том, что касается, вот, каких-то людей, да, не связанных с его карьерой. То есть я вижу в этом личное обесценивание самого себя. То есть ваш муж глубоко обесценивает себя. И мне почему-то кажется, что он пытается доказать через свою успешность, что он все-таки не такой плохой. Вот. Это очень похоже на трудоголизм, то, что он делает, на такой психологический сценарий «докажи мне». То есть его цель по жизни доказывать, 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 кому-то доказывать, всем и так далее. Вот. Ну, опять же, да, где-то могли только родители. То есть вы правы, что это не вы, это не вы, занимаете, занимаете все-таки такую родительскую позицию, так что мужчины к вам относятся как родители. В дополнение это очень классно написано, что, значит, ну, что мужчина видит у вас родителей, и очень по-детски на вас обижается. Вот. Ну и, соответственно, про вину это, как бы, история, это история о личных границах. То есть, когда человек обвиняет, да, вот, например, типа, вот из-за тебя, там, у меня, там, ручится отношение, из-за тебя, там, у меня, вот, не получается строить, строить, там, дружбу, т.д. и т.п. Это про личные границы. То есть, вероятно, его родители, действительно, вмешивались в его личные и дружеские отношения, ну, любовные, точнее, правильно бы сказать, любовные и дружеские отношения. Вот. Как-то их, значит, пытались там подстроить, ну, под себя, да, ну, по-разному, по-разному, по-разному это бывает. Вот. По-разному пытались, значит, подстроить под себя. Вот. И, соответственно, мужчина, мужчина, вот, привык к такому отношению. Мужина привык к такому поведению. Вот. И, соответственно, он, ну, скорее всего, уже просто ожидает этот усыд очень захочет, что он мыслит просто привычными для себя категориями и более того. Ага, так, «Приятель-алкоголик живёт в соседнем городе, раньше мышь его навещал регулярно и отказывалась туда ехать, в этом моя вина, якобы этим препятствую». Нет, это вот манипуляция, кратко, вот, детская позиция ему там, его не зрело. Ага, тогда я и высказала, почему не хочу ехать. Ну вот, понимаете, какая штука, в этом смысле вы похожи, очень похожи на своего мужа, в том смысле, что оба вы подавляете свои чувства. Вот муж подавляет свои чувства, но у него есть выход этим чувствам, он всё-таки даёт им выход в силу своей незрелости. А вы, вы, наверное, просто подавляете свои чувства, потому что, понимаете, высказывать что-то, вот высказывать, эмоции. Но это значит, по сути, выражать какую-то уже накопившуюся историю, накопившиеся эмоции, накопившийся негатив. то есть вы вот сдерживали, 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 сдерживали и высказали всё. Естественно, эмоционально, естественно, там, с обвинениями, с эпитетами, с ругательствами, может быть, я не знаю, но может быть. И тогда было бы гораздо лучше, если бы вы в реальном времени, как бы, как бы в реальном времени, своему мужу доносили всё, что вы чувствуете. То есть, почувствовали нежелание что-то делать, сказали ему, спокойно сказали, потому что, ну, чувствуете, изначально оно тоже такое, ну, как бы, ну, адекватное, да, оно ведь тоже изначально такое нормальное чувство. Но тогда оно уже потом становится достаточно, ну, сильным. Вот. Но вы почему-то этого не делали, этого не делали, вот почему-то. Почему-то вы этого не делали. Почему? Ну, у меня к вам вопрос, вопрос, почему вы этого не делали. Как бы, такая история, да. Дальше. Потому что я моментально не могу общаться с человеком, которого заправлены дети и жена в сынках. Что ж, это хорошая позиция, это хорошая, адекватная позиция ваша. Ну, так, нужно было сразу ее донести до своего мужа. А не скрывать, не, там, искать какие-то, например, разговорки, там, отмазки и прочее. Вот. Вот. Это ваша позиция. Вот. Вот. А вы ее почему-то себе держали, держали. Вот. Понимаете? То есть вот, на этот момент вам тоже нужно обратить внимание. И, конечно, вашему мужу такое слушать неприятно. Потому что он-то думал, что у вас, ну, немножко другая позиция. Он-то думал, что вы совсем по-другому, как бы, относитесь к этому. Вот. А тут выясняется, значит, такая история. Конечно, ему неприятно, неприятно. Вот. Так, так что, это вот, опять же, вопрос к вам. Ну. Далее. Эм, так. Сама сидит галлюцинация у него. Эм, видимо, я в человеке в жизни так именно не сталкиваюсь. Ну, да. То есть это, как бы, вот, не нужно. Эм, так, есть, раньше мама и близкие манипулировали, осознал, а теперь буду внимательнее к себе. Ну, на самом деле, паранос в том, что и вы манипулируете тоже. И, там, вы похожи на его маму. Вот. Я так сильно подозреваю, что вы похожи на его маму. Вот. Это, конечно, конечно, не факт, но мне кажется, похожи. Эм, так, значит, дальше. Вместе 10 лет, общих интересов много, есть несколько пар, с которыми общаемся, но мне не очень интересно с ними. Ага. Вот. Тут, конечно, довольно любопытный момент. Вам не интересно с ними, а как интересно вам тогда? То есть, чем определяется, вот, интерес? То есть, как бы, по каким, по каким критериям, да, вы определяете, что человек, а, интересно, чем, чем нет? Вот это его интеллектуальные способности, это его увлечение, это его позиция, там, ну, ну, та или иная позиция. А, вот. Эм, поясните, поясните, пожалуйста. Поясните, поясните, потому что не очень, не очень, понятно, история. Дальше. Хотелось бы людей примерно одного уровня достатка с нами и одного уровня зрелости, что ли? Так, это интересно, а почему вас волнует уровень достатка? Как вы определяете зрелость? То есть, ваш муж, например, не зрелый человек. Для чего вам зрелость вообще нужна? То есть, как бы, люди общаются и, извиняюсь, действуют не зрелыми своими аспектами, да, а, не зрелым, а, не зрелой частью личности. А общаются люди как раз с детскими частями личности. Там, что люди объединяются с того увлечения, хобби, там, какие-то интересные, да, далее, это всё ребёнок. Это всё детская позиция. Поэтому, вот, поэтому у нас нет друзей, если вы ориентируетесь на зрелость, иногда, 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 быстро, Постоянно сравниваете, сравниваете людей, как бы, с собой, ищите равных, а равных нет. Соответственно, у вас, опять же, какая-то вот такая родительская директивная пропозиция, что, ну, на мой взгляд, идеально вписывается в партнёра, ну, в образ партнёра для вашего мужа. Вот. Хотя, опять же, могу ошибаться, опять же, могу ошибаться. Дальше, так, ну, и таких же лёгких на подъём, но, опять же, это всё частности. Многие после тридцати становятся семейными домашними занудами, ещё у нас нет детей, и это уплошняет задачи поиски к интересам. В этом возрасте многие воспитывают детей. Слушайте, ну, опять же, что это за еруйки? Многие после тридцати становятся семейными домашними занудами. Нет, ну, серьёзно, ну, что это за еруйки такие? Да, человек может быть домашним, вот. Человек может быть семейным, но почему-то обязательно делать его занудой. Что вообще такое зануда, по вашему мнению? То есть, мне, например, больше кажется, ну, вот, по моему мнению, да, чисто вот, со стороны, что зануды вы в большей степени, когда пытаетесь, значит, называть людей, там, деградирующими, когда сравниваете людей, там, ну, с собой, например. Вот. Мне кажется, что в этом смысле вы больше зануды, и что вы, как бы, ну, вправе со мной не соглашаться в этом. Я вас не призываю, но, то есть, как бы, вешание ярлыков, да, это... Ну, это, мягко говоря, не та позиция, которую, вот, вообще, нужно, которой нужно следовать. Если вы не хотите быть там, если вы не хотите, то чтобы, ну, чтобы вас скручали зануды, да, что, мне кажется, что и, ну, и вам, в общем-то, занудой быть не стоит. Вот. То есть, мягко, мне кажется, такой, такая история. Вот. Ну, и дети, дети, это вообще просто отдельный аспект, на мой взгляд, потому что, ну, никто из людей, адекватных зрелых, не ищет в себе партнеров по интересам, ориентируется на детей, потому что это неинтересно, что это, ну, это не общение, это не общение, это не общение, между людьми. Вот. Ага. Это, ну, какая-то, знаете, совсем, ну, другая история. Вот. Понимаете? Какая штука, какая штука. Вот. То есть мне видится, мне видится, ваша ситуация, она, ну, вот, такой. Вот, вы очень простите, если мне как-то вас заделали, что-то ещё, но надеюсь, что всё как-то в порядке. Вот, ничего. Ладно. Ну, опять же, в этом возрасте многие воспитывают детей, да, в этом возрасте многие воспитывают детей, это правда, но, опять же, к вам от никакого отношения не имеется. То есть, ну, вы можете хотеть детей, можете не хотеть детей, можете воспитывать детей, можете не воспитывать детей, можете вообще взять детей там из, я не знаю, приют какого-нибудь детского дома и так далее, да. То есть, как бы, ну, реально, нельзя на основе детей выстраивать отношения какие-то. Вот, это, ну, дети не аргумент, абсолютно, и не предмет для обсуждения, вот. А те люди, которые делают детей предметом обсуждения, ну, они, по сути-то, делают, строят отношения... Оно очень, очень такие поверхностные, вот. Ибо, ну, как бы, пока объект есть объект, то общение есть. А как объект нет, то общение уже нет, вот. В целом, я думаю, что вам с вашим мужем желательно бы приконсультироваться вдвоём у психолога, то есть, впервые взять такую совместную консультацию, вот, пообщаться, определить вообще какие-то проблемы, вот. То, кто, над чем хочет работать, вот, потому что, ну, пока что это больше, знаете, больше непонятного, чем понятного, да. То есть, как бы, есть проблема, но, чья проблема вообще, то есть, у кого какая проблема, непонятно. Вот. Поэтому, поэтому я рекомендую вам всё-таки привозять годовую консультацию, а после уже, если будут выявлены какие-то проблемные аспекты, ну, с которыми или с которыми вы хотите поработать, то можно будет уже тогда этому посвятить индивидуальные консультации. Вот. Всё на этом. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные можете написать мне в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.